привет привет друзья давно я не снимала видео но особо не было и о чем тут я решила возобновить свои не знаю как видео с велосипеда экстремальные они или нет больше это сейчас хочу купить себе новую камеру думаю что буду покупать go to go pro коту это тоже буду покупать не только это моторы для моего для моей монтировки гоупро камеру а сейчас посмотрим как это будет с моей старенькой камеры полароид когда-то я ее покупала вот или два назад потому что есть такая надобность у меня есть экшен камера sony но она очень неудобный имеет очень неудобный форм-фактор и снимать с велосипеда очень неудобно а это вот показываю она маленькая очень легкая на легче чем go go pro но она здесь очень слабая батарея я нашла способ как подключить вот здесь вот у меня такая хитрая система вот здесь у меня powerbank я уложу в карманчик вот так камера подключается и она заряжается и может снимать когда заряжается вот это было одно из один из плюсов благодаря которому я решила покупать свое время этика эту камеру пишет она улажди не пишет она 4k конечно но 60 кадров кадров в секунду но посмотрим sony конечно честно говоря снимает намного лучше даже старая sony то что было у меня 20s она снимала лучше но но sony неудобная а на велосипеде на руль сейчас переведу камеру вот он мой красавчик на велосипеде на руль когда я цепляла сюда свою соньку вот сюда вот все таки не хватает стабилизации какая бы она у sony не было не хватает стабилизации вот в общем сложим посмотрим я прошла сегодня свои технические участки тренировочные не очень удачно прошла потому что там на трассе один велосипедист был пришлось дорогу уступить и потом горку не выкрутить затаскивать один участок я ошиблась чем не идеально но мне надо сейчас камеру проверить идеально когда-нибудь будет иногда я прохожу этот участок без ошибок но сегодня не тот день был вот сейчас я нахожусь на мирадоре эль парда вот здесь вот монтедель парду поставили у нас новые таблички теперь вот можно сориентироваться все в принципе видно можно изучать местность их в этом году заменились вот тут кто-то маску кинул не знаю маски это хорошо или плохо потому что загрязняют сейчас сейчас я вижу много на природе это национальные парки тут понимаешь ли маски раскидывает может уронили но все равно вот здесь вот новая таблица и как сколько у нас тут всяких агила империаль королевских орел вот и некоторых из этих животных я видела ссорро лиса тоже видела то что я видела своими глазами корсу олени видела гамота тоже видела серву видела или канеху это каждый день вижу кроликов совы слов и тоже видела милано реаль почему называется милано реаль ну в общем это я тоже видел но я не знала что это называется милано реаль я думала это какой-то мелкий орел потому что птица это довольно большая это не как ласточка намного больше так вот этот я видела ветра этих много другом национальном парке там где я делала спуск на каяках вот там вот этих орлов много агила это отведела агила кольца до птички на синячку похожие вот я не знаю даже это синячка или нет потому что я не помню таких здесь такие у нас тут птички а ну конечно хабали ой с этими у меня история была среди ночи гуляла по полям и целый целая стадо я не знала то ли мне бежать но хорошо они первые решили что ему бежать от меня надо вот змеи это не змеи там по типу как же у нас их называют они не ядовитые но они могут броситься и укусить хотя они не агрессивные особо но если их обижать в общем я забыла у нас полос полос вот вспомнила тоже есть такие но у нас они другие они у нас они желтобрюхие эти кажется серые вот такая тут красота весна все цветет там дальше железная дорога дворец горы мои уже снега в горах нету неужели нет должно еще быть просто облачность там не видно а вот еще вот те цветочки что белые цветут вот там их на той смотровой площадке больше было вот здесь их тоже видно вам они белые кусты вот вот они здесь показаны это харапрингоса ромеро да очень много розмарина контуесу да все эти цветы я здесь вижу где-то так и тоже здесь где что какие горы все можно увидеть ну и буду заканчивать тренировку еду домой сейчас еще там километра мне 10 12 покататься может еще какой технический участок пройду там с другой стороны весь посмотрим время уже пора домой все пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас цветут, их тут много-много Вот весна, тепло Тепло уже скоро даже созреет Ну миндаль уже завязался, всё есть И инжир скоро будет Уже такой крупненький, но ещё зелёный Субтитры сделал DimaTorzok